Детский сад Александр Бастрыкин. Теперь заведующий Валентина Цапова встречает не только родителей с детьми, но и сотрудников контролирующих органов и журналистов. Это вот за вот этой дверью. Да, это вот за этой дверью находится веранда. Туда дети, как до этого, до этой ситуации не было доступа, сейчас тоже. Мы ее печатали, туда никто не ходит. Здесь в этой группе дети не находятся. Снимки веранды сделали сами сотрудники. Сейчас у каждого садика есть страница в социальных сетях. Это был очередной пост с фото. Фотографии выложили мы сами в Инстаграм. Мы показываем свою деятельность, выкладываем фотографии. Хотели показать до и после. Почему в итоге прозвучало, что кто-то пожаловался на то, что... Ну, жаловалась бывшая жительница нашего села. Она здесь не проживает уже более 20 лет. Она живет в Москве. Как информацию слышали, живет в Москве. Детей сюда не водит. Ну, не знаю, что мы ей плохого сделали. Что она так... Может быть, хотела, чтобы там за нас побеспокоиться, чтобы нам ремонт сделали. Внутри садик выглядит довольно приличным и ухоженным. По списку в нем числится 38 детей. На момент съемки привели 20. Работает две группы и четверо воспитателей. Само здание детсада очень старое. 65-го года постройки. Шумиха в прессе дала шанс на ремонт. В субботу был сметчик у нас и обсчитал капитальный ремонт детского сада. Будем ждать поступления средств и будет проводиться работа по ремонту. Это участие администрации? Да. Да. В какой сумме речь идет, неизвестно? Пока нет. Нет, еще подсчета не было. Не озвучивали. Глава Луговского Елена Кожемякина называет садик проблемой с бородой. Экспертизы о смечивании здания были проведены еще в 2020 году. Но в планы по ремонту вмешалась пандемия. Работы перенесли на текущий год, но бюджет уже не располагал средствами. Да, это проблема. И проблема будет решаться. И на районном уровне она уже озвучена неоднократно. И глава района, и начальник отдела образования, они все заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее устранить все эти проблемы. Программы работают по поиску спонсоров, чтобы возможно с привлечением... В бюджете нет денег? Пока в бюджете денег, к сожалению, нет, потому что многие программы, как я выше сказала, они были заморожены в 2020-2021 году. Надежда на спонсор? Да, в данный момент это надежда на спонсоров. Вообще на спонсорские средства существует множество проектов в Луговском. Это местный дом культуры. Вокальный ансамбль «Атаман» во время очередной репетиции. Здесь есть даже свой Гарик Сукачев с фирменной Сергой Вухи, Надежда Кадышева из «Золотого кольца» и ее тезка, но уже Бабкина. Все они куклы Народного театра «Улыбка». Мы выезжаем на областные, на всероссийских были, лауреатов получили. Так что мы здесь знаменитые. Они своего рода душа этого села, которую они вкладывают и в занимающихся здесь детей. Всего этого не было бы без помощи со стороны. Огромная помощь у нас, конечно, еще остался Василий Николаевич Сараев, который, у него луговчане, это земледелие. Он основной спонсор здесь всех. Работодатель. Да, работодатель, спонсор. Фермер. Фермер, да, который здесь родился, с нами вместе, вместе выросли. Вот он здесь нам как помощник. Пошил нам костюмы на ансамбль «Казачьи песни». Мы ему помогаем. То есть в каком плане? С агитбригадой. Именно занятость сейчас главная проблема большинства сел Саратовской области и Луговское не исключение. Работа, работа, работа. Самое главное? Да. Работа. Будет работа, будет жизнь. Да. А без работы ничего не сделаешь. Гордость Луговского. Здание школы, объект возведен недавно и оснащен по последнему слову техники. Здесь учатся 111 детей, отсюда и из соседних сел. На контрасте рядом бывшее здание школы, возведенное еще жившими здесь немцами. Теперь оно в частных руках и имеет статус бара «Надежда», где хозяйка предлагает спиртное всем, кто потерял надежду выпить. По соседству бетонный забор с зарослями. Они скрывают территорию бывшего молочного завода, ворота нараспашку и можно свободно пройти и осмотреть остатки былой роскоши. Говорят, раньше это предприятие славилось своей молочной продукцией, в первую очередь сырами. А сейчас здесь только молчаливые развалины и потеря рабочих мест. Предприниматель купил с Лугоградской области, все оборудование вывез, и в конечном итоге разрушили все. То есть он в частных руках сейчас? В частных руках, да. Просто территория, она осталась в территории администрации, а само здание завода, оно разрушено, слегка начинает его разбираться. А людей много работало там? Очень много. До 60 человек там были. Там же иначе не смены были. Население Луговского это 1420 человек. Село имеет разветвленную уличную сеть, где можно встретить много коттеджей и новостроек. Заброшенные дома встречаются, но очень редко. Район считается дотационным. Объем финансирования даже не позволяет содержать собственную коммунальную службу в селе. Недавно появилась, правда, услуга по вывозу мусора из баков. Здравоохранение организовано на достойном уровне. Только что поступила новая машина скорой помощи. Ведение туда откидывается, направляющий раскладывается и носилки по направляющему вместе с больным закатываются. Да, здесь фиксируется все, как предусмотрено. В марте появился и новый фельдшерско-акушерский пункт. Попали в программу и теперь работают в нормальных условиях. Вызову бывает когда-как. В выходные 10 вызовов было. В разное время. И в 4 часа утра, и вечером, и в 7 дня. Сейчас самое актуальное – это ковид? Да, сейчас ковид. У нас сейчас проводим вакцинацию. Сейчас люди подтягиваются на ревакцинацию. Уже по второму разу? Да, повторяю, это уже. Мы гам-ковид прививали. Два компонента, интервал там 21 день. И через 6 месяцев после второй вакцинации у нас люди уже приходят прививаться на ревакцинацию сами добровольно. Есть еще библиотека и почта. И перечисленные раньше детский садик, школа, администрация, клуб и 4 магазина. По большому счету основные рабочие места Луговского. На улицах в основном женщины с детьми. Сказать о том, что у нас отсутствуют совсем рабочие места, я этого сказать не могу. Да, у нас нет крупных предприятий. Но во всяком случае… Остальные на заработку? Да, у нас очень много людей уезжает. Это в основном город Москва. Как бы очень большое количество населения, особенно мужского населения. Но в общем местные жители любят свое родное Луговское и знают простой рецепт выживания в подобных условиях, чтобы не приходилось покидать родные места. Живет тот, кто трудится на земле, кто общается с полем. Это земля, всех кормит. Тут деревня, она есть, потом веку наши здесь предки работали, и мы работаем. У меня два сына работают, дочери здесь, зять, все работают на поле. Транспорт общественный есть? Нормально, нормально, все нормально. С транспортом хорошо, газели ходят. Вот, ну, нормально все сейчас. А откуда, как часто ходят газели? У нас газель ходит. Нет у меня машины, как мне отсюда уехать? Вот остановка у нас. Вот, старая Полтава, у нас там есть такой, ну, мага. У него своя, как сеть газелей. Каждые два часа ходит на Саратов или на Инглес. По нашим данным, далеко не все родители водят своих детей в местный садик. Может быть, после ремонта желающих станет больше. Главное, о чем сожалеют местные власти, это общее количество живущих в Луговском. За последнее время оно хоть и не уменьшается, но, к сожалению, и не прибавляется.